112 тонн нефрита при обысках изъяли у геологического предприятия «Сибирь. Геология». По имейшей силу оперативников информации, противоправную деятельность организовал 68-летний руководитель одного из крупнейших коммерческих предприятий региона, не имея лицензии на разработку карьера. Следственным управлением МВД по республике Борятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 200-му пунктам Б, части 2 статьи 171. Нам удалось связаться с фигурантом дела. Отсутствие лицензии он отрицает. Полная брехня, будем так говорить. Потому что мы 20 лет работали на этих карьерах, у нас имеется лицензия. По неофициальной информации, на допросе 68-летний руководитель компании признался, что нефрит принадлежит фирме «Ирбис», а зарегистрирована она на супругу Ивана Ольхеева, отстраненного главы Тункинского района. Однако в телефонном разговоре Секерин пошел на попятную. Когда-то он давно, до ухода на пост главы, он работал моим заместителем по производству. Только и всего. Это абсолютная ложь. Я такого не говорил, поскольку это «Ирбис» у нас структура, которая Тункинская, которая имеет глава района опосредованного значения. То есть, он в ней не участвует. А супруга Ивана? И супруга тоже нет. Там ни супруги нету, ни самого Ольхеева. Противоречит словам Александра Секерина данные из единого государственного реестра. Там, черным по белому, написано, что учредителем компании «Ирбис» является Аза Ольхеева. Прежде этой фирмой управлял теперь уже бывший глава Тункин. Однако после выборов переоформил предприятие на жену. Также известно, что Иван Ольхеев долгое время работал в подчинении у Александра Секерина, будучи его замом. По некоторой информации, Секерин финансировал предвыборную кампанию Ивана Ольхеева. Что касается уголовного дела, Секерин считает, что оно уже почти развалено, называет его рейдерским захватом и происками конкурентов. Так ли это, покажет следствие. Боярцы Депов и Несса Дондукова. Новости дня.